Пока кто-то сидел дома, кто-то печатал триллион долларов Но наш тенге он совсем прям Долларов напечатали больше, чем тенге Вы же не хотите, чтобы завтра Freedom Finance управляли просто какие-то другие, совершенно чужие вам люди? В какой-то момент жизни мне прям хотелось в Америку уехать жить Человек может купить квартиру, ни разу не посещая банка Ну раньше у нас не было возможности, знаете, пойти и купить акции Фейсбука Это путь, которому пожелаешь далеко не каждому Друзья мои, мне очень повезло, потому что мы сегодня находимся с вами в гостях у Тимура Турлова и его большой семьи Тимур, доброе утро Доброе утро Елен, спасибо большое, что угостили кофе, здесь бабушка Вот хочу познакомить Тимур, молодой человек, мне кажется, я с ним в будущем буду писать интервью Александра, Максим, Евгений и Алиса Очень приятно Как начинается утро, Елен? Начинаем готовить завтрак всем по очереди, все немножко встают в разное время Самое раннее того сколько? Выходные, наверное, с 8 часов начинают приходить Один раз стал в 4, 50 часов, это раньше всего Я просто поезжал и потом заснул Вы знаете, я смотрела все ваши интервью, Тимур И мне было интересно узнать вообще, что стоит за таким успехом Потому что то, что вы сейчас создаете, то, что вы делаете, то все скупаете, да Я понимаю, что, Елен, это все, мне кажется, наверное, тыл, опора, да Когда мужчина чувствует, что за его спиной дома это вот так уютно, тепло Здесь у вас столько животных домашних Наверняка все заряжает, да, Тимура? Конечно, он отдыхает дома По мере сил и возможностей Дети уходят в школу, мы, как правило, их не провожаем Они собираются, детам помогает собраться Мы спим дольше, мы всегда поздно ложимся спать Так как Тимур все-таки допоздна работает Плюс американский фондовый рынок Дальше просыпаемся с малышом, малыш спит с нами Готовим завтрак, готовлю мужу завтрак Ну и, в общем, ловим какие-то минуты Дети, получается, самостоятельные, да? То есть они в школу сами? Им помогает дед собраться Стараемся к самостоятельности как-то приучать Но очень непросто Да, Тим? Тимур, не просто? Ну, вообще, как бы Ну, просто, я вот, например, не поставил будильник Я не проснусь Потому что я прослю этот будильник Один раз ты спал в дорожниках И у меня будильник, я разбудил Ну, я вот смотрю, бабушка приехала, да, к вам из России? А, нам очень здорово бабушка помогает во всем Ну, то есть, прям У вас нет домработниц, повара? Нет, повара у нас нет Готовим сами Дети сами готовят Я готовлю По дому нам, но по хозяйству с уборкой помогают Потому что у нас кавардак, он постоянный Кто сегодня на завтрак ел Тимур Турлов? Он проспал все Поэтому Нет, я успел по завтракам Неправда Ему мальчики готовили несколько завтраков Съедали в финале сами Ну, в общем, в финале он съел гуакамоли из авокадо Мы привезли из Кипра недавно А еще Очень много авокадо Да, еще он съел Десять коробок Правда? А еще у нас наш друг гостил белугой Мы ее закоптили позавчера в Москве Ну и сегодня порезали на завтрак Слушайте, вот то, что у вас так много домашних животных Это вот я У нас живет дома только кошка И сейчас мой сын меня уговаривает на собаку Я признаюсь честно До того, как я к вам зашла домой Я была против Сейчас я посмотрела, как это уютно Как это классно Как это вообще заряжает Я, наверное, разрешу То есть вот кто принимал решение? Тимур, у вас голосование? Как это происходит? Она, конечно Не, ну Тимур разрешил подарить кошку Алисе на день рождения А там уже понеслось То есть, Алиса, это с тебя все началось, получается? Я хотела кота Тебе никто не может отказать в этом доме? Маме никто не может отказать Маме не может отказать То есть, получается, каждый раз прибавляется новый домашний питомец И все за Мы взяли кота Кот рос Тимур сказал, как же он будет без спутницы жизни Мы взяли ему спутницу жизни Дальше они начали рожать Это сестры, братья, родственники Нельзя Она самая главная Да? А вы не пробовали как-то их продавать, там, раздавать? Нет, у нас, к сожалению, не получается Они нам очень дорого обходятся Дарим У всех у нас уже друзей, знакомых есть И коты Ну, на очереди шпицы будут, видимо Вы говорили, что по утрам гуляете То есть, вот мне интересно, вы все по теренкуру гуляете? Я по утрам не гуляю, я по вечерам гуляю, на самом деле По утрам я этот... Эту кунг-фу мне пока не удалось Совсем не так оселить Поэтому нет, мы только по вечерам ходим гулять К счастью... У нас это далеко, к сожалению, не каждый вечер получается Но это прям... Когда такая возможность есть Я прям пытаюсь вытащить семейство свое Сам сходить как-то погулять А еще мне, знаете, что нравится, друзья? Посмотрите, вот мы пришли И вот эта картина, она нас и застала Когда Тимур играет с детьми в шахматы То есть, это каждое утро так? К сожалению, так не каждое утро происходит Мы довольно давно не виделись с ними Потому что мы с Леной в Москве были неделю почти Вот с младшими детьми Как раз Сашей и с Женей И они соскучились все Очень ждали, когда я вернусь Поэтому, несмотря на то, что вы к нам пришли У меня... Я пытаюсь вернуть... Я пытаюсь им тоже делить какое-то время Слушайте, ну это классно Вообще, по какому принципу, Лен, воспитываете детей? У вас есть с Тимуром какая-то, я не знаю, стратегия? Тимур всегда говорит, что они вырастут сами Не вмешиваться У них полная свобода и беспредел всего, чего хотят То есть, полная свобода Дети, вам дают полную свободу? Или что-то запрещают, Максим? Что-то запрещают? Вот, вот так вот Ну скажи, что запрещают Мамы не разрешают проводить на ворота и сбора И нас вообще без дедушки не разрешают гулять Гулять не разрешают, значит, вам, да? Один То есть, это единственное, что вам запрещают? Нет, еще очень много В общем, свободы, говорят, нет, дети ваши Браво! Ну вы не строгий папа, мне кажется, да? Не знаю, что вот вкладывается Смотрела интервью с Игорем Рыбаковым Вы сказали, что если бы у вас была возможность с кем-то поговорить Вы поговорили бы со своим отцом То есть, вы... Сколько вот времени из 24 часов Или там из недели, да? Прям полностью с детьми? Ну, большую часть того времени, когда я не на работе Ну, довольно много, мне кажется Действительно так Да? То есть, все время, которое вне работе, то дома Как вы планируете это время обычно? Вот просто как идет, так и идет То есть, какие-то дела каждый день Поэтому что-то в фоновом режиме всегда происходит Слушайте, да нет, но они и так видят, что мы дома И если мы дома, мы их сами берем, куда-то тащим Да, в отпуск вместе с ними ездим Но это бывает достаточно часто Поэтому... Каждые каникулы? Да, каждые каникулы А кто выбирает страну, в которую вы поедете? Мы всегда в одно и то же место ездим Лену выбирают, конечно Мне кажется, что у вас вообще президент вашего дома, вашей семьи, это Лена, да? А вы вице-президент Вы президент во Freedom Finance А, видимо, в семье... Ты знаешь, как это, как английская королева Не, ну а что, Англия хорошо живет Вам не повезло? А, вам не повезло? Да Почему вам не повезло? Потому что у нас, во-первых, мы вдвоем в этой комнате Спите? Да Во-вторых, она игровая и в эту комнату заходит... Очень большое количество людей, да? Больше Больше Слушайте, ну это все равно... А здесь можно вот этот свет включить тоже? Да, конечно Кто здесь спит в этой комнате? Я с Ваксом Вот тут я сплю, вот тут Тима сплю Ну классно И вот эта кровать, если кто-то приезжает, даже на небо И родственники ваши? Да Ну да Ну классно Отделяем кровать У вас, Тимур, была в детстве комната своя? Слушай, в детстве, наверное, не было у меня своей комнаты Да И у нас вообще была очень маленькая квартира Ну то есть в которой я вот, наверное, первые там свои лет 17 прожил Она... это было очень... у нас жилая площадь была что-то типа там 24, что ли, квадратных метров Мы там шестером жили Так что у нас там со своими комнатами прям было тяжело Уже, наверное, ближе к моменту, когда я школу заканчивал У нас как-то стало чуть лучше, у меня своя комната появилась Вот последние уже, наверное, там пару лет школа Да, наверное, размер твоей комнаты, он сам по себе-то, твоим амбициям точно никак не мешает А вот как это получается? Вот можно жить в маленькой квартирке, не иметь свою комнату, но иметь очень такое большое мышление и какой-то глобальный... Это вообще никак не связано Мне кажется, наоборот, твоя большая комната какая-то, она совершенно никак не помогает сама по себе, ни твоим амбициям, ни каким-то твоим желаниям То есть нужно быть голодным и жить в каких-то таких ограниченных условиях для того, чтобы хотеть большего? Весьма вероятно, что да Во-первых, все равно мы рождаемся какими-то И это вообще не зависит ни от каких внешних условий А то, что мы создаем для наших детей такие условия, да? То есть мы там хотим, чтобы у каждого ребенка была своя комната, там покупаем им компьютеры То есть мы завтра не рискуем, что вот завтра... Ну, то есть они вырастут в таких условиях и... Рискуем, конечно Рискуем? Да И мы уже сочувствуем нашим детям Я им уже сочувствую, да Ну вы сочувствуете, но при этом вы все создали Да То есть нужно же было искусственно как-то какие-то ограничения Нельзя Ну вот таков путь Ну, понимаешь, кому-то досталась маленькая комната, кому-то большая Ну, хотя есть же истории, когда наоборот, да? То есть есть династии, да? Есть семейные бизнесы, которые передаются из поколения в поколение То есть когда дети, наоборот, с самого детства в этом разбираются И завтра, ну то есть берут там из ваших рук эту эстафету, да, и идут дальше То есть и делают историю многолетней Не знаю, Лене очень нравится эта идея, она все время об этом говорит Я не понимаю, в чем ценность этого в целом, для них в том числе У каждого будет свой путь нести ответственность за огромную компанию По силам далеко не каждому человеку И это путь, которому пожелаешь далеко не каждому То есть вы своим детям не пожелаете той карьеры, которую вы добились? У меня интересная жизнь, но у этого успеха очень высокая цена Очень высокая цена И я не уверен, что каждый из них должен ее заплатить Только если они действительно этого захотят Но самый сложный путь вы же уже прошли, да? Нет, я в самом начале У меня все самое сложное еще впереди С каждым годом становится все сложнее и сложнее А что вот вам помогает не бояться и идти дальше, да? То есть это же ты должен иметь какой-то ресурс внутренний, да? То есть потому что каждый день новые вызовы Вам очень доверяют сейчас, да? Все больше и больше открывается клиентских счетов Вот сколько на сегодняшний день у вас счетов? Ну, больше 350 тысяч частных клиентов Ну, будет скоро миллион, я думаю Будет 2 миллиона, да? Есть еще банки, которые мы обслуживаем Торогие брокеры Суммарно мы уже обслуживаем несколько миллионов чужих клиентов Ну, то есть вы растете, вы расширяетесь И это же классно передать ребенку завтра То есть вы же не хотите, чтобы завтра Freedom Finance управляли Ну, просто какие-то другие совершенно чужие вам люди? Хочу Хотите? У меня никакой аллергии это не вызывает Я хочу, чтобы компания выжила Я хочу, чтобы компания развивалась Я хочу, чтобы компания управляли те, кто Ну, из 5 детей, мне кажется, кто-то один там должен быть? Нет, не должен Знаете, это, видимо, женская психология Да, да Я просто пытаюсь вам помочь Сейчас убедить вашего супруга Нет, Елена то же самое говорит, на самом деле Она об этом думает Потому что, ну, это, как бы, это сложный путь Это сложный путь, в котором, ну, все только начинается И идти этим путем, ну, это, не знаю, это дорога, которую Для которой нужно огромное количество каких-то сил Огромное количество каких-то ресурсов Конечно, мне много кто помогает Мне там помогают мои друзья Мне помогает моя семья Где я могу отдыхать Где я могу себя чувствовать в безопасности, когда я прихожу Когда я возвращаюсь домой Это же тоже какая-то важная история Я не понимаю, как это, в чем ценность сейчас В чем ценность для них Или в чем должна быть моя какая-то суперцель На них завалить эту нож У каждого из них может быть своя судьба Люди счастливыми являются Вне зависимости от того, насколько велика их ответственность У любого большого успеха есть большая цена У очень большого успеха есть очень большая цена И это вот, ну, история, на которую надо смотреть трезвым взглядом Когда со стороны за этим всем наблюдаешь Тебе кажется, что это просто какое-то абсолютное благо Им надо там с детьми поделиться На самом деле это не совсем так Это большой вызов, это большая работа Это адская работа, которую надо делать Каждый день И для этого нужно быть готовым Это действительно нужно хотеть И это далеко не самая праздная жизнь, которую можно себе представить С каким бюджетом можно сегодня прийти во Freedom Finance и начать инвестировать? Теоретически с любым бюджетом можно начать это делать Именно за счет того, что все процессы почти стали автоматизированы Ты открываешь счет полностью в онлайне, ты управляешь этим счетом полностью в онлайне Ты можешь несколько сотен долларов на счет положить в этом, нет никакой проблемы Для того, чтобы посмотреть, как оно работает Если ты хочешь с персональным брокером общаться Общаться Когда огромное количество клиентов пришло после начала пандемии Пришло в апреле, когда рынки упали на 40% почти от тех уровней, на которых они доходились После этого последовал просто колоссальный рост, когда подорожало в два раза примерно все А что это, пандемия так повлияла? То, что мы все сидели дома и просто нечего было делать? Пока кто-то сидел дома, кто-то печатал триллион долларов для того, чтобы поддержать морально всех тех, кто сидел дома И если глянуть, общий объем различных фискальных, так называемых, иммунитарных стимулов Ну то есть прямых расходов бюджета, количественного смягчения, которое сделали центральные банки американские Не говоря уж о европейских, азиатских регуляторах, которые делали все то же самое Казахстан делал все то же самое Вообще все в мире делали примерно одно и то же Все пытались поддержать свое население, раздавая им деньги И 4 триллиона долларов это трехкратный 30-летний дисбаланс торговли между Соединенными Штатами и Китаем Как двумя крупнейшими вообще торговыми партнерами в мире Две самые большие экономики за 30 лет накопили дисбаланс в полтора триллиона А здесь за один год 4 триллиона напечатали Это очень большая сумма, это на самом деле одна из причин вообще инфляции во всем мире И собственные акции дорожают ровно поэтому У тебя деньги обесцениваются То, что мы наблюдаем сейчас, это в том числе и обесценение денег Но наш тенге он совсем прям Если его еще в свободное плавание отпустить, он наверное сколько будет стоить? Видимо столько же будет стоить, сколько стоит сейчас И не думаю сейчас, что тенге в моменте находится под каким-то большим давлением На самом деле это неправда Национальный банк его не спасает И общий объем... Национальный банк говорил о том, что он там интервенция Какой-то первый за год сделал как раз в прошлом месяце Она была очень небольшая Причем настолько небольшая, что, грубо говоря, такую же интервенцию Мог любой банк в Казахстане сделать, не только центральной Она была косметической, по сути, эта интервенция Они там около 40 миллионов долларов продали, что ли Совсем смешно для Казахстана То есть это мог один человек продать, богатый Долларов напечатали больше, чем тенге за прошедшее время Если смотреть на диспаритеты В Штатах сейчас инфляция к 7% приближается Она 6,8, что ли, была в последнем периоде Если общую инфляцию смотреть А в Казахстане инфляция, ну, 80 с небольшим Ну, то есть у нас уже даже разницы в инфляции особой нету И учитывая, как нефть подорожала, как металлы подорожали Вообще все сырьевые товары У нас хороший сейчас баланс по текущему счету У нас импорт в целом все равно остается не очень сильным А экспорт сильно подрос за счет вот этих причин Тенге сейчас нет никакого давления существенного Смотрите, раньше казахи инвестировали в недвижимость В принципе, и сейчас инвестируют, да, там Хранили деньги в долларах Хотя там депозит вообще дает совсем маленький процент, да Там в евро кто-то хранил, кто-то в бизнес И у нас очень популярны финансовые пирамиды, да, различные То есть люди хотят сохранить деньги, но не знают как И тут приходит на рынок Freedom Finance, который просто делает это доступным, легким, да То есть вот то, чего нам не хватало То есть это вот вы же тоже к этому долго шли? Мы долго шли к тому, чтобы донести наш продукт и сделать его действительно массовым Для этого должны были сложиться условия А что вот помогло сделать его массовым? Мне кажется, в том числе и личный бренд ваш Может быть, но если смотреть на конкурентов Если смотреть на соседние рынки, то это происходит далеко не только у нас В России такой же бум частых инвестиций произошел Поэтому дело не в личном бренде, очевидно, дело в общих условиях, которые сложились Нулевые ставки по доллару Определенный кризис доверия к национальным валютам, через которые мы все прошли Рецессия в экономике, как ни странно То есть тот факт, что у нас не было никакого значительного экономического роста за все последнее время Мы наблюдали такую балансовую рецессию, кредит в экономике особо не рос То есть цены на недвижимость в тенге росли примерно всегда Но в долларах, скорее, снижались на протяжении довольно длительного времени Вот эти какие-то постоянные кризисные состояния банковской системы, чистки, которые происходили Работа над ошибками, которую почти 10 лет ввели Она все-таки, наверное, не добавляла сильно много оптимизма И люди пытались найти, увидеть какие-то, увидеть что-то растущее Найти какую-то все-таки альтернативу Потому что сбережения, приносящие тебе, очевидно, доход ниже инфляции Заставляют тебя задумываться и искать другие варианты У людей просто нет другого выхода Их регуляторы, буквально, сами правительства их вынуждали задумываться о чем-то другом Потому что люди понимали, что, условно, 1% по долларам тоже не выглядит никак достаточным Для того, чтобы даже американскую инфляцию победить Даже несмотря на то, что тенге слабел к доллару Доллар сам по себе бесценился на самом деле И мы все очень хорошо понимаем, что миллион долларов 10 лет назад и миллион долларов сегодня Два разных миллиона долларов Совсем разные покупательские способности Объективно В том числе и в Америке Поэтому и в Казахстане сейчас тоже на миллион можно купить гораздо меньше, чем можно было купить 10 лет назад Поэтому люди просто искали какой-то выход из ситуации Люди начали в этом разбираться, вы сделали это как-то, смогли донести Потому что для нас раньше, что такое IPO, аллокация, акции Tesla, акции Apple То есть это казалось, что это как-то далеко, где-то в Америке А сейчас каждый пятый, шестой уже в этом разбирается и является вашим клиентом Вы, к сожалению, сильно преувеличиваете Может быть, среди ваших друзей каждый пятый, каждый шестой Да, среди моих друзей Вот я сейчас шла со своим хорошим приятелем Он говорит, я тоже клиент Если гулять по одному из районов Алматы И общаться с очень определенной аудиторией Наверное, это может быть правдой, да, действительно Ну я очень надеюсь, что благодаря этому интервью тоже люди заинтересуются Потому что нам всегда казалось, что это где-то там А вы это так приблизили Вот как вам удалось, во-первых, получить аллокацию на Нью-Йоркской фондовой бирже Потому что это удалось только Freedom Finance Не только Freedom, а по большому счету Мы, наверное, единственные сейчас, ну как, единственные в Казахстане У кого есть членство на Нью-Йоркской фондовой бирже прямое Но через партнеров доступ на американские биржи дают почти все наши конкуренты Ну раньше у нас не было возможности, знаете, пойти и купить акции Facebook На самом деле была, просто это было дорого, достаточно сложно И невыгодно даже самим брокерам зачастую Они не рекламировали совершенно никакую способность Если вы пришли к любому нашему крупному конкуренту Даже 12 лет назад у вас такая возможность однозначно была Они могли вам продать акции Facebook Но они бы сказали о том, что ребята 100 тысяч долларов тикет За сделку заплатится там 100-150 долларов Просто был очень высокий порог входа И компания понимала, что даже, в общем-то, вот Заполучив клиента на 100 тысяч долларов И взяв с него огромную комиссию Они все равно на этом зарабатывали очень немного Общие сдержки были очень велики Мы сделали, за счет цифровизации технологии появились Появились удобные мобильные приложения Появились, мы сильно автоматизировали и упростили процесс Именно за счет того, что счет стал открываться быстро Доступ на рынок стал полностью электронным Вот это, наверное, сделало в том числе продукт массовым А вторая штука, которая научила всех в этом хорошо разбираться Это выгода Ну, собственно, люди заработали Люди увидели, что на этом можно заработать И за 10 лет это стало для многих очень очевидным Если ты имеешь какую-то положительную обратную связь от своих инвестиций У тебя, очевидно, возникает все больше и больше желание в этом разбираться Алис, вот ты будешь инвестировать? Ты разбираешься вообще в акциях, в этих ценных бумагах, IPO? Не совсем Не совсем? Тимур, а вы как-то не просвещаете? Всех просвещаете, а детям как? Слушай, ну, я совершенно искренне считаю, что для всего есть свое время И дети по большому количеству причин, в общем-то, не являются никакими органическими инвесторами И мне правда кажется, что для того, чтобы решать, кому из людей отдать деньги Надо научиться сначала самостоятельно зарабатывать А только потом уже начинать их инвестировать Потому что инвестировать деньги, которые ты, в принципе, никогда не зарабатывал Это довольно странное упражнение А есть какие-то правила, правила вашей семьи? Там, например, я не знаю, там, каждый вечер, десять вечера, там, сдавать гаджеты О, не могу научить, не могу Если бы могла научить, тогда, возможно, я бы давала чаще Если бы мы не бежим, их ищем повсюду и берем по-тихому По-тихому? А где обычно находите? В каком месте? В сейфе, да? В сейфе, да Кот знаете? Кот мы не знаем, но он вообще не может в него влезть Это сам прикол Тимур, а вот у вас есть какое-то, я не знаю, желание, чтобы ваши дети прям занимались? Вот есть такие родители, которые утром английский, потом китайский, потом спорт, потом там коньки, нет? Нет Нет? Нет, совсем Я не знаю, что такое полная свобода, но вот у меня совершенно нет никакой мечты, чтобы они там что-то именно хорошо освоили Не знаю, пусть занимаются тем, что им интересно в первую очередь А вот вы как, например, в детстве своем тоже чем-то занимались? Не знаю, за компьютером мне нравилось сидеть Это у вас какого возраста? Ну, наверное, все-таки уже какая-то это, ну хотя лет там с 9-10 Угу А какой у вас был первый компьютер? Пентиум 100 у меня был Интернет тогда был уже, да? Нет Нет? Дискетами надо было ходить к товарищам, друзьям, у кого были Интернет появился уже когда мне лет, наверное, 13 было Год через 3-4 Интернета не было То, что вы сейчас создали, это было мечтой в 15 лет? Ой Слушайте, да не было это моей мечтой в 15 лет, мне другая была мечта в 15 лет Какая у вас была мечта? Слушай, мне хотелось быть таким типичным американским представителем среднего класса Типа того парня, который этот, был главой семьи в этом, в один дом То есть видите, у вас картинка получается, визуализация-то сработала? Ааа Да? Может быть Никого из детей не оставляли никогда? Нечаянно нигде? Оставляли что ли кого-то? Когда? Я помню, я была дома, и вы куда-то уехали И вы меня потеряли только, мне кажется, через час, через полтора часа А всех остальных забрали? Да То есть видите, получается, визуализация работает То есть у вас где-то, когда в детстве вы увидели один дома, картинка Вот, потому что я запомнила только этого мальчика, да? И вот этих двух бандитов А вы запомнили отца Вот это удивительно Вообще очень забавно, как устроена детская психика Потому что у меня очень долго было ощущение того, что все американцы Они живут, например, так, как желает семья в фильме «Один дом» Это, на самом деле, очень богатая американская семья, как мы сейчас понимаем Ну, с одним не олигархом, безусловно, но, в общем, он там крайне состоятельная, тем не менее, семья С большим домом, с большой инфраструктурой, которая там, как-то, не знаю, ездит всей дружной большой семьей в Майами отдыхать Украшает дом на Рождество То есть это прям такая все-таки Крутая достаточно история Мне в какой-то момент казалось, что американцы, они все так живут, например Потому что просто вот такая вот богатая страна Ну, а правда богатая, но не настолько То есть эта картинка отложилась в голове, и это прям было мечтой, да? Да, я даже, на самом деле, в какой-то момент жизни мне прям хотелось в Америку уехать жить Тимур все время на Новый год просит дома красить огоньками Слушайте, ну вот смотрите, дети Его все время не устраивают Он просто сейчас про огоньки загорел Говорит, я хочу, чтобы вообще все было в огоньках красиво, но как-то у нас руки не доходят Вот чтобы работать с Тимуром Турловым, каким нужно быть? Да разным можно быть Мамы всякие нужны, мамы всякие важны Во-первых, все люди внутри компании, ну, слушай, дети все разные совершенно У них у всех разный характер У них у всех разные качества Какой-то разный набор своих каких-то талантов И у сотрудников моих тоже совершенно разные А сколько сейчас работает сотрудников в Freedom Finance? Какое количество человек? Если вообще, наверное, на всю группу смотреть, то тысячи четыре Четыре тысячи? Узывают корпоративы, тимбилдинги То есть вы вообще знаете этих людей всех? Нет, я всех людей уже точно не знаю Только управляющих, да? Я много, я знаю по имени и в лицо как минимум несколько сотен людей Но далеко не всех, к сожалению Но прошлый год он был такой, мне кажется, мега активным для вас и мега успешным То есть вы растете Вот недавно прочитала, что вы купили Paybox, Ticketone, до этого трейдинговая компания в Америке Такое ощущение, купили банку у Булата, у Тимуратова, такое ощущение, что Freedom Finance сейчас скупает просто все Ну, на самом деле для нас это были такие очень аккуратные покупки И все то, что, безусловно, касалось какой-то нашей прямой стратегии Мы не скупаем все, мы на самом деле очень долго и очень тщательно от каждой из этих сделок работали Прежде чем мы пришли к тому, чтобы публиковать этот пресс-релиз, там тоже было, на самом деле, почти в каждом случае Там было почти два года какой-то проработки каждого кейса, над которым мы сидели Банк как раз был самой простой сделкой, хоть, наверное, самой крупной из всех, которые были представлены Там мы просто купили, по сути говоря, компанию, оболочку с лицензией В тот момент времени Ford выкупил весь портфель, который там был Мы просто получили компанию с готовой инфраструктурой, заплатили небольшую премию за ту инфраструктуру, которую мы купили И начали строить ее полностью с нуля, то есть мы начали с чистого листа Это была не покупка какого-то действующего бизнеса, на котором ты там сидишь и пытаешься его потом как-то интегрировать в себя Это была просто покупка оболочки, по сути говоря, это была самая простая сделка, которую мы сделали достаточно быстро Тот же самый Paybox для нас является более серьезным вызовом, хотя это гораздо более маленькая компания, суммы сделки гораздо меньше А какая сумма сделки, если не секрет? Мы пока ее не раскрыли, а как только у нас она окончательно будет завершена Я думаю, что это произойдет в скором будущем, мы должны получить разрешение от антимонопольного комитета И как только этот процесс у нас завершится, мы обязательно публично об этом всем нашим акционерам расскажем А почему вы выбрали именно Алматы? Вот когда вы выбрали, получается, потом уже Елена переехала, да? Ну мы сразу переехали вместе, в общем-то приехали, посмотрели, Тимуру понравилось, что здесь есть солнце, нет пробок И, ну, наверное, в плане семьи это очень хороший выбор, вот мы сейчас ехали в Москве с аэропорта Все очень красиво, ярко, все работает, круто, но с детьми совершенно невозможно жить, потому что ты там рано уходишь, поздно возвращаешься То есть ты детей вообще не будешь видеть, да? Ну, да, ни детей, ни мужа, ни жену очень-очень сложно В самой Москве жить, в квартире тоже очень тяжело, и погулять, и выйти куда-то Я не знаю, там реально нужен вертолет, как минимум На котором нельзя летать в Москве, если что-то пошло Слушайте, ну нам, получается, повезло, да, что вы выбрали Алмату? Вам повезло Ну нам, казахстанцам повезло, потому что, ну, тогда бы у нас не было Freedom of Finance А сейчас у нас есть возможность, там, стать акционером Теслы, я не знаю, Apple, да? Я, на самом деле, уверен, что в любом случае такая возможность у казахстанцев бы была Не, ну смотрите, что вы сделали, вы сделали это просто каким-то масс-маркетом, вы сделали это доступным Инвестиции вообще никогда не являются каким-то легким способом получения денег Каким-то, не знаю, легким или секретным способом того, как богатеть ничего не делая Это достаточно сложный процесс, который для того, чтобы он был правильным Он требует, на самом деле, осознанности от инвесторов в том числе Для того, чтобы все-таки пытаться разбираться, куда ты инвестируешь С какими рисками каждая инвестиция, которую ты делаешь, связана Что стоит, какой риск вообще стоит за любыми доходами, которые ты получаешь На что именно ты делаешь свои какие-то ставки На что ты, грубо говоря, во что ты веришь Если ты инвестируешь в акции Facebook, то почему они должны подорожать? Почему ты считаешь, что сейчас платить за компанию Facebook Оценку, не знаю, там 450 миллиардов долларов, к примеру, это правильно И она в будущем должна стоить дороже, а не дешевле Что стоит за этим утверждением? Если у тебя есть ответ на эти вопросы, то у тебя есть хорошие шансы на самом деле на этом заработать Потому что любой инвестор, он неизбежно, постоянно должен просто уметь находить компании Которые завтра смогут стоить больше, чем вчера, с одной стороны Ну или хотя бы не меньше, чем вчера И с другой стороны платить за них правильную цену То есть инвестировать в компании, которые развиваются, не деградируют И покупать их по правильной оценке Но это же делают за нас брокеры, да? То есть когда мы открываем счет Или же нужно постоянно быть на связи, следить за всем этим Мы не управляющие активами Мы не принимаем за вас вообще никаких решений Вам придется все равно решение принимать самостоятельно Это ваши риски и ваши деньги Когда мы берем на себя ответственность Вы кладете нам деньги на депозит в банк Я вам плачу 1% годовых И сам рискую вашими деньгами И сам перед вами отвечаю потом своим капиталом Когда вы сами приходите на фондовый рынок То по большому счету риски ваши, прибыли тоже ваши, решения ваши Роли брокера на самом деле Она не думать за вас, она приносить вам идеи Она делать за вас какую-то домашнюю работу, помогать Мы делаем огромное количество аналитики Сотни на самом деле аналитических отчетов Каждый год То есть просто нужно читать эту аналитику и принимать решения? Ее обязательно нужно читать Мы можем вам принести идею и сказать о том, что Ребята, нам кажется, что купить акции Facebook Сейчас хорошая идея Потому-то, 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 потому-то И вы должны это прочитать и сказать Да, действительно, я с этим согласен, действительно, похоже на классную идею Я готов в это поверить Я готов рискнуть своими деньгами Я верю в то, что действительно А человек хочет полностью вам довериться Вот принести вам, не знаю, там 10 тысяч долларов Сказать, я вам доверяю, Тимур Пожалуйста, вот инвестируйте так, чтобы я не проиграл Если вы хотите, чтобы мы полностью рисковали за вас И, вот повторюсь, тот, кто не готов Когда ты отрезаешь готовность терять Ты отрезаешь возможность зарабатывать полностью У нас есть депозит в банке 9% годовых в тенге, 1% годовых в долларах Нет никакого смысла платить вам больше Если я действительно Мне есть чем отвечать За любые свои потери Если я действительно способен выполнить обещания Компенсировать все убытки Ну, вот тут классический бизнес коммерческого банка Когда вы приходите в коммерческий банк И говорить, вы сами принимаете все решения Кому хотите, того и кредитуете Если вам не вернули деньги, то ваши проблемы не мои Мне мой депозит, пожалуйста, верните Вот это называется бизнес коммерческого банка Инвестиция, это когда вы на себя берете Ответственность за те или иные действия Вы можете, даже все формы доверительного управления Которые существуют на рынке Они, ну вот у всех нормальных управляющих Они не про магию зарабатывания денег Они про продажу вам все равно Какого-то риска и какой-то стратегии Мы можем к вам прийти и сказать Вот смотрите, у нас есть вера в то Что, не знаю, киберспорт это будущее Давайте инвестировать в индустрию киберспорта Мы готовы вам предложить стратегию Наши аналитики будут отбирать там 10 компаний У которых выручка растет Быстрее всего, например, на рынке Мы будем постоянно в портфеле По итогам каждого года иметь вот 10 компаний С наиболее быстрорастущей выручкой По итогам каждого квартала, когда компании отчитываются Мы приходим и по сути говоря С вами смотрим Если появился какой-то конкурент, который растет быстрее Мы акции самого плохого продаем, самого хорошего покупаем По итогам года получается, что получается Если индустрия киберспорта действительно рулит И растет И ее лидеры растут быстрее То вы зарабатываете хорошие деньги Если выяснилось, что киберспорт это все-таки фигня полная И все эти акции подешевели на 80% Это будут ваши убытки 80% И нужно быть к этому готовым И нужно это понимать Не нужно считать, что есть какие-то супер умные люди, которые за вас примут все решения И если что, то компенсируют вам все убытки Точно не компенсируют Смотрите, получается, когда ты становишься клиентом Freedom Finance Ты еще и получаешь финансовую грамотность То есть ты обучаешься А вот это да Вот это 100% совершенно Потому что наши клиенты Особенно те, кто не филонят И не пытаются с закрытыми глазами ехать в машине Они становятся Экспертами Они действительно получают Расширяют свой кругозор радикально То есть ты начинаешь гораздо лучше разбираться вообще во всех трендах мировой экономики Что происходит с лидерами бизнеса Почему их акции растут Почему их акции падают Даже просто читая нашу аналитику Не просто финансовое образование получаешь Ты действительно просто расширяешь свой кругозор Инвестиции это самое увлекательное занятие, которое вообще существует в мире По утверждению не только моему, но и огромного количества других людей Одно из самых увлекательных А вот какая компания ваш фаворит? За кем вы любите наблюдать, даже если у них там были падения? Freedom Holding Corp. Слушайте, но вы тоже на IPO? Мы публичная компания как раз Мы же в 2019 году начали торговаться на NASDAQ Мы единственный сейчас инвестиционный банк со всего постсоветского пространства Акции, которые обращаются в Соединенных Штатах Америки Не побоюсь этого слова, но это и есть мой главный актив У меня почти 98% всех моих активов За исключением каких-то личных активов, связанных с моей семьей Дома, машины, предмет потребления У меня нет никаких инвестиций, нет никакого диверсифицированного портфеля Все мое состояние, по сути, оно представлено акциями моей компании Акциями компании, в которую я инвестирую Мы недавно представили президенту цифровую ипотеку Что это значит? То есть она уже работает? Мы уже около 1000 кредитов выдали к текущему моменту То есть это онлайн можно получить ипотеку? Да, мы научились делать так, что человек может купить квартиру Ни разу не посещая банка, не предоставляя в него ни одного документа И не взаимодействуя ни с одним сотрудником банка Более того, ни один сотрудник банка не участвует в процессе принятия решения Вообще никаких кнопок не нажимает, полностью автоматизированный процесс То есть я выбрала квартиру, у меня не хватает денег, я хочу взять ипотеку И по какой, кстати, процент? Сейчас рыночная ипотека в Казахстане, к сожалению, очень дорогая От 14 на 16 процентов почти, которые наши клиенты вынуждены платить Мы очень надеемся, что мы со следующего года сможем начать работать по 7-20-25 По крайней мере, какие-то квартиры, которые подходят под эти требования Мы сможем по 7 процентов финансировать Но вот в моменте мы, к сожалению, как и наши конкуренты, выдаем ипотеку достаточно дорого Но вот несмотря на это, вот эти самые тысячи кредитов Это половина всей рыночной ипотеки, выданной в этом году У нас доля сейчас около 50 процентов по итогам 2021 года в рыночной ипотеке без господдержки И клиенты голосуют за скорость Потому что вот с момента первоначального открытия счета У нас вот был рекорд, вот такой технический рекорд В реальных условиях слабо достижим, там надо очень хорошо готовиться Но вот технический рекорд это 2 часа От момента открытия счета до момента полного завершения сделки То есть я должна с кем-то говорить по телефону? Нет Я просто захожу в приложение? Вы заходите на сайт наш То есть там есть наш сайт, как раз ипотека.банковин.кз И на нашем сайте вы как раз проходите через весь этот процесс Мы делаем вашу биометрическую идентификацию, выпускаем им электронный цифровой подпись Мы открываем, точно так же идентифицируем продавца недвижимости Получаем от него согласие, бежим в базу данных, забираем информацию о самой квартире Из баз данных БТИ, прогоняем ее через онлайн оценку, получаем, собственно Онлайн оценка? Да То есть никого не надо приглашать? Да, никого не надо приглашать За 2 часа можно полностью сделку закрыть, даже если вы не являлись нашим клиентом И мы никогда не видели квартиру, которую вы хотите покупать И не знали ее существования То есть это касается квартир сейчас в 6 крупнейших городах Казахстана И это квартиры в многоквартирных жилых домах до 70 миллионов То есть там, где эти процедуры онлайн оценки, их вообще возможно реализовать Но оно реально работает Вот тысяча сделок, грубо говоря, которые сделаны в полностью автоматическом режиме То есть это очень удобно? Ну вот, если бы это было неудобно, если бы оно не работало, у нас бы не было доли в 50% Потому что там за весь процесс меньше 5 человек сейчас в банке отвечают Мы больше тысячи кредитов выдали за последние В вашей компании все-таки главный человек это вы, да? Я знаю, что у вас есть в Белизе счета Брокер есть Да, брокер Но там вот они как-то завязаны с вами, да? Я акционер, директор этой компании В общем, на 100% Но есть какие-то риски у тех, кто открыл там свои счета? Ну поймите, дело не в юрисдикции самой как таковой Не юрисдикция красит человека Человек красит юрисдикцию, наверное, в какой-то мере Мы для нас, для меня это компания, за которую я несу полную персональную ответственность Как директоры, как акционеры Ну вдруг, если вот, я не знаю, в жизни всякое бывает, форс-мажор, да? То есть люди как-то защищены? Такой же лицензированный брокер, такой же профессиональный участник И номинальный держатель, депозитарий, который регистрирует права собственности Подчиняется глобально всему тому же регуляторному фреймворку Учитывая, что у нас там активы, это все компании, в принципе, подавляющее большинство этих активов Они в холдинге хранятся Мы там раскрывали, даже показывали это в отчетности своей Там нет никаких специфических рисков, которых бы не было в какой-то другой юрисдикции Поверьте, на мой взгляд, ты не бываешь разным, ты всегда одинаковый Ну то есть компания очень однородна в этом плане То есть на мой взгляд, нет никакой принципиальной разницы в риске между юрисдикциями теми или иными Ну человек, который сегодня приходит в Freedom Finance и доверяет вам свои деньги Получает там финансовую грамотность, начинает во всем этом разбираться То есть какие все-таки риски он несет? Если он не туда инвестировал, да? То есть ваш брокер, он же может вовремя остановить, да? Сказать, слушай, дорогой мой, нет, давай не будем сюда, давай вот сюда Нет, ну в смысле брокер может тебе давать советы, и плохие, и хорошие, в том числе на решение ты все равно принимаешь сам И если ты скажешь, что на все деньги купить акции этой компании, купим тебе их на все деньги И ты босс на самом деле, мы исполняем твои приказы, не более того Мы тебя не остановим, если ты захочешь купить Мы не знаем правильных ответов, если уж на то пошло Даже самая мусорная акция, которую вы берете, в какой-то момент может оказаться алмазом Но у вас же есть интуиция, вы с 15 лет этим занимаетесь Мне точно так же не известно будущее, как и вам Не знаю, мне кажется, вы мастер, и, например, вот я, вот я бы просто, знаете, сделала так Я сказала, пожалуйста, вот куда Тимур Турлов инвестирует, туда же, пожалуйста, инвестируйте Акции Фридвы Холдинг Орфинг? Нет, потому что я просто, ну хочется же довериться, я, например, журналист, да? Я гуманитарий, я в этой теме вообще плаваю, честно Я очень хочу быть вашим клиентом, и я уже вот со вчерашнего дня открываю себе счет И просто делаю это онлайн, да? Но я, честно, не разбираюсь, да? И у меня нет времени на аналитику, да? Но я хочу вот сказать, то есть у вас есть какой-то, я не знаю, вы с утра даете какой-то, я не знаю, там сигнал, знак, да? Что вот, друзья мои, если вот всем клиентам дайте вот это направление То есть какое-то направление вы даете? Значит, у нас есть какая-то большая довольно команда талантливых аналитиков, которые готовят идеи и для клиентов, и для наших сотрудников в том числе Которые потом несут это клиентам нашим в том числе И мы очень гордимся, у нас есть вот в Алма-Ате Ирланом Дикаримов, который сейчас возглавляет, является директором департамента у нас Он очень талантливый парень, который, в общем-то, американцы очень часто цитируют, в общем, он делал много крутых прогнозов, которые зачастую даже вопреки многому мнению крупных американских инвестиционных банков А что это, это интуиция или что это, или чуйка какая-то, или это опыт? Да он профессионал просто, ну то есть он профессионал в финансовом анализе, то есть он просто хорошо делает свою работу На мой взгляд, здесь вопрос не про какую-то магию, не про какую интуицию, да ни у кого нет никакой интуиции, на самом деле, которая позволяла бы ему там прям будущее чувствовать Да мне начинают рассказывать про каких-то там супергениальных людей, в это легко поверить, но в этом многим хочется верить, но на самом деле этого почти никогда не существует Ну вы гений! Нет, да нет, конечно Ну а как, вот вам сейчас 33 года или уже 34? Уже 34, вам 34 года, ваша компания стоит более 3 миллиардов долларов, если я не ошибаюсь, или больше уже Да 3? Ну около 4 Уже около 4, видите, ближе к 4, но вы же гений, то есть в чем, вот как вы думаете, вот секрет именно вашего успеха? В том, что вы рано начали, или в том, что у вас есть какая-то интуиция, или вы больше знаете, или вы можете тоже прогнозировать, как-то вот чувствовать это? Слушайте, мы достаточно сильно рисковали, мы рано начали, мы сделали ставку на не самый очевидный для всех рынок В наши паруса пришло очень много попутного ветра, нам в том числе и сильно повезло На рынке, ну, в Штатах есть тысячи, если не десятки тысяч, но точно тысячи компаний, чья капитализация превышает миллиард Ими управляют совершенно обычные люди, на самом деле, ничего в них супергениального нет То есть вы себя гением не считаете? Совершенно точно не считаю Ну я вам скажу, что в Алмазе все относятся к вам как к гению Вот людям иногда свойственно, в том числе и ошибаться в своих каких-то утверждениях Что вы думаете о криптовалюте? Криптовалюта доказывает мне иногда, что невозможно, возможно, я очень удивляюсь, она меня удивляет постоянно, скажем так, своей эволюцией, рынок Я вообще с детства очень сильно увлечен, несмотря на то, что я занимаюсь менеджментом почти все свое время Я не финансовый аналитик, тем более не тренер, который принимает какие-то решения по инвестициям на фондовом рынке Я скорее занимаюсь выстраиванием бизнеса по обслуживанию наших клиентов Финансовый анализ сам по себе для меня всегда был, ну тоже моей какой-то такой страстью Мне очень нравилось Даже тайна такая, да, почему вот акции стоят столько, сколько они стоят Как правильно оценивать бизнес, как правильно понимать справедливую стоимость тех или иных инструмент Почему вообще одни акции дорожают, а другие дешевеют Как разобраться во всем топ-хаусе Просто предмет любопытства для меня было всегда, которое я пытался удовлетворять Индустрия накопила огромное количество знаний по тому, как оценивать, как находить справедливую стоимость валют, металлов, акций, облигаций Как понять, какая справедливая стоимость того или иного актива Криптовалюты вообще не валюты, если уж на то пошло сейчас Они не являются главным образом средством платежа Не существует никакой экономики, которую они бы обслуживали Дело не в национальной как раз экономике Дело как раз в каком-то достаточно широком наборе товаров и услуг, которые бы оплачивались И цены, на которые формировались бы в этой валюте В этом плане она скорее похожа на товар Такой же товар, как, не знаю, тюльпаны или золото Или какие-то еще вещи, которые мы наполняли сакральным смыслом в какой-то момент времени Но почему люди тогда инвестируют в биткоин? Да, слушай, наверное, по той же причине, по которой люди инвестировали в тюльпаны в какой-то момент времени Потому что они хотели на этом заработаться, они хотели продать их Ну смотрите, есть люди, которые очень сильно влияют на рынок, как Илон Маск, например, когда он говорит, что он покупает биткоин и сразу цена растет Потом он говорит, я не буду покупать, то есть там сразу цена падает Да, инфлюенсеры все влияют на рынки Не только на фондовые рынки, но и в том числе, не знаю, на продаже кроссовок То есть вы не инвестируете в криптовалюту? Нет, лично я не инвестирую в криптовалюту, у меня позиция достаточно простая Как я уже сказал, мой инвестиционный портфель вообще очень скучный Состоит примерно из одного актива Но суть-то в том, что слова умного человека, которого зовут Билл Гейтс, мне крайне близки Ну то есть пока криптовалюта это самое медленное и дорогое средство платежа, которое придумало человечество Ничего медленнее и дороже еще пока нету И для того, чтобы биткоин смог претендовать на то, чтобы стать платежным средством, ему нужно решить эти две проблемы Потому что сейчас его оценка кажется, конечно, слишком сильно завышенной Учитывая, что он, в принципе, пока не выполняет своих ключевых функций, ради которых вообще любая валюта должна существовать Может ли он быть... может ли он нести какую-то функцию, не знаю, там, store of value, то, что называется Теоретически все, что угодно может нести такую функцию Можно там таблички в Excel друг другу перепродавать Можно тюльпаны перепродавать Можно ячейку в распределенной базе данных перепродавать Как мы сейчас это делаем с биткоином тем же самым Безусловно, крайне оригинальная история, но, на мой взгляд, она должна эволюционировать Она должна очень сильно измениться, чтобы оправдать свою текущую оценку Не исключено, что это произойдет Так бывает иногда в жизни, что что-то сильно переоцененное наполняется смыслом И начинает стоить еще дороже после этого А иногда бывает, что так и не наполняется смыслом, а просто потом как мыльный пузырь Мне интересно, откуда Тимур Турл берет новые знания? Потому что вот эта вера в себя, вы говорите, у вас всего один актив То есть вы говорите, вот если бы у вас были свободные деньги, я бы принес их сюда, во Freedom То есть вы откуда постоянно наполняетесь? Новые тренды, новые знания? То есть вам же все время нужно заглядывать в будущее? Знания разлиты вокруг нас какое-то просто абсолютно невероятное количество Абсолютно невероятное количество Я учусь постоянно у большого количества умных людей, с кем я общаюсь Моих сотрудников, моих партнеров, моих клиентов Я очень счастливый человек, на самом деле Мне повезло, в том числе и в силу моей профессии, общаться с огромным количеством умных людей Большинство из которых мои клиенты, которые добились в жизни Многие гораздо большего, чем я сам добился У своих друзей, в огромном количестве текстов, на которые я наталкиваюсь И потом, чем больше у тебя возникает каких-то проблем Тем большему ты учишься для того, чтобы эти проблемы решать Я в принципе так устроен, что я очень плохо теорию воспринимаю какую-то, безжизненную Я в школе совершенно искренне не понимал, на какой мне черт доказывать кому-то, что эти два треугольника равнобедренные Вот правда у меня была прям фундаментальная проблема с этим Ну, очевидно же, неравнобедренные Кому вообще нужно, кому это вообще нужно доказывать, их равнобедренность Но когда ты начинаешь сталкиваться с реальной какой-то потребностью Это доказать, то у тебя появляется мотивация И благо в интернете сейчас, мне кажется, можно найти ответ вообще на абсолютно любой вопрос Тут просто проблемы заставляют тебя задавать эти вопросы А в современном мире находить на них ответ становится очень легко Каждый вызов, каждая проблема, которая возникла, каждое какое-то изменение мира, каждый новый этап, который ты пытаешься освоить Заставляет тебя думать, заставляет тебя общаться с умными людьми, заставляет тебя читать какие-то тексты, читать какие-то книги Ну, я совершенно точно, не знаю, за последние 10 лет научился там Получил колоссальный набор знаний совершенно неформальных Которые мне ни в каком университете никто не преподавал Тимур, я благодарю вас за то, что вы пригласили нас к себе в гости Впервые мы показали вашу семью И я под большим впечатлением И бегу открывать счет Freedom Finance Спасибо большое